С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Болгарию въехало более 850 тысяч беженцев из Украины. Из них почти 55 тысяч остались в стране, а более 16 тысяч получили временное жилье. Такие данные предоставляет организация «Болгария for Ukraine». Государство обеспечило беженцам бесплатное проживание в местных санаториях и пансионатах. А вот с продуктами, предметами первой необходимости и юридическим сопровождением помогают волонтеры. Об одном из волонтерских центров Болгарии расскажет наша корреспондентка Лариса Зубенко. Крупы, масло, колбасы, консервы, гигиенические наборы для младенцев, одежда. В волонтерском центре «Софии» каждый, кто бежал от российской агрессии, может получить все необходимое. Основатель хаба – украинка Елена Коцева, которая более 20 лет живет в Болгарии. Еще в 2014-м, когда Россия оккупировала часть Донецкой и Луганской областей и аннексировала Крым, Елена занималась волонтерством. Сегодня за счет пожертвований Болгар помогает семьям, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения. Я очень искренне благодарна всем болгарам, которые нам помогают все эти месяцы. Мы прожили год и три месяца, у нас есть деньги. Мы отправили в Украину 69 тонн гуманитарной помощи. Мы оказали помощь 28 600 украинским беженцам, которые находятся на территории Болгарии. Болгары восхищаются силой и мужеством украинцев. Болгары помогают украинским беженцам, чем могут, рассказывают в волонтерском центре. Кто-то приносит деньги, кто-то продукты, кто-то бесплатно поселяет у себя украинцев. А местные производители часто или продают центру продукты со скидкой, или отдают бесплатно. Все принесли колбасу. Это принесли колбасу. Это мы покупаем колбасу для украинцев. Это владелец производства. Делает лучшие колбасы в Болгарии. И мы их раздаем украинцам. Часто за помощью в центр «Мать Украины» обращаются беженцы из оккупированных российскими войсками территорий. Александр в октябре 2022-го уехал из Новой Каховки во время проведения так называемого референдума, когда оккупационные власти усилили репрессии. Мужчина бежал из Херсонской области через Крым. На полуострове Александру пришлось пройти фильтрацию. Семья настояла уже, потому что жить там было уже невозможно. Просто из-за абсолютных каждодневных везде репрессии, на каждом блокпостах. И поэтому людей забирают просто. Понравился, не понравился. А если там что-то у тебя найдут в телефоне, или что-то украинская атрибутика будет, не дай бог, какая-то, или что, и можешь пропасть очень надолго. Ходят по квартирам. Светлана уже во второй раз бежит от российской агрессии. Впервые семья женщины переехала из Донецка в 2014 году в Киев, а после в Ирпень. В марте 2022-го Светлане вновь пришлось бежать от российских танков. Теперь уже за границу. Думали, что это все закончится, поэтому дотянули до 3 марта, когда уже были взрывы, когда все это мы видели. У нас трое детей, плюс у сестры тоже трое детей, плюс родители. Ой, говорила, что тяжелая тема. Было на самом деле страшно. Уже были разрушенные здания. Когда мы ехали, над нами летали российские вертолеты. Ну, чудом мы выехали. Волонтеры, сотрудники центра тоже родом из пострадавших от российской военной агрессии регионов. Евгения Избучи рассказывает, что в первый день полномасштабной войны была с семьей за границей. Квартира женщины частично сгорела. В полупустом доме поселились российские оккупанты. Семейная пара пенсионеров. Семейная пара пенсионеров. Им, по-видимому, некуда было уезжать, и они оставались в доме. Первые дни было попадание неподалеку и выбило стекла в квартирах у многих. И они с цокольного этажа, где они отсиживались, поднялись заклеить окна. Это я знаю из рассказа соседей. Мужчина стоял у окна, и российский снайпер его убил выстрелом в голову. Потом им в квартиру прилетел еще снаряд. Женщине оторвало голову, и они лежали всю оккупацию в квартире. А вот Екатерина пережила на себе весь ужас атак российской армии на Мариуполь. Она с мужем и маленьким ребенком чудом спаслась во время обстрелов. Украинцы, которые бежали в Болгарию от войны, ждут скорой победы ВСУ. У всех одна мечта – скорее вернуться домой. Из всех моих знакомых, которые приехали, все хотят вернуться домой. Не могу сказать, что плохо или плохо относятся, или еще что-то. Но дома лучше. Прямо сейчас хочу. Честно говоря, прямо сейчас хочу. У нас все осталось. На одной машине выехал, и все. Я верю в наши силы, верю в нашу армию, что скоро мы все будем дома. Лариса Зубенко, Виктор Головко. Из Болгарии. Для телеканала «Фридом». К нашему эфиру присоединяется Виталий Александрович Андреевский, директор Института эффективной политики, доктор истории. Мы вас приветствуем, Виталий Александрович. Приветствую. Виталий Александрович, ну ведь на самом деле сейчас в целом в мире без преувеличения есть такая тенденция, что люди, которые выезжают из России, то бишь россияне часто не понимают, почему к ним, по их словам, несколько предвзятое отношение в некоторых странах, и что же они такого могли сделать, что такое отношение по отношению... Как бы это ни звучало, по отношению к себе они ощущают. Но вместе с тем мы ведь можем зафиксировать, что уже это несколько исторические изменения во взаимоотношениях международных. И как вы считаете, на какой период времени это может сохраниться, вот такое вот, ну скажем так, отношение несколько с опаской? Ну вы знаете, это может быть очень долго, и в то же время это может быстро прекратиться. Многое зависит от того, какие процессы будут происходить в России. Я вам приведу такой пример наглядный. Мы помним из истории, как относились к немцам, к фашистской Германии, какое было негативное отношение вообще к немцам. Тогда Оренбург написал «Убей немца» и так далее. Но прошло какое-то время, и немцы изменились, и изменилось отношение к ним. И вот для того, чтобы изменилось отношение к русским, должна и Россия измениться, и русские должны измениться. Потому что необходимо понимать, что то, что происходит в России, несет ответственность каждый гражданин России. Потому что не было бы вот этого отношения, такого безразличного к власти, к тому, что делает власть, отказ от протестов. Не было бы этой власти. По сути дела, Путина породили. Он как бы не вышел сам из себя. Его породили. И поэтому, я думаю, такое отношение и к русским за границей. Они вынуждены нести вот этот тяжелый груз, который связан с тем, что происходит в России. Обратились к истории. И вот хотелось бы узнать даже ваше мнение по поводу того, насколько мы можем сопоставлять вот эти два примера, которые вы сейчас привели. Ведь есть же большая разница в доступе к информации. То есть сейчас, особенно если россияне выехали с территории самой России, их ничего не сдерживает для того, чтобы найти и посмотреть на самом деле правдивые новости, хотя бы критически оценить ту или иную информацию, которую предлагают узнать разное издание, и на самом деле понять, что сегодня происходит в Украине. И мне кажется, что такой доступ к правдивой информации, он еще усугубляет ответственность. Ваше мнение какое по этому поводу? Вы знаете, не все так просто. Многие годы, по сути дела, это еще и до Путина, вбивали от исключительности русских, об исключительности этой цивилизации. И вот это многие несут с собой. И вот так просто выехать, получить доступ к информации. Собственно говоря, они и в России имели определенный доступ к информации. Интернет работал, можно было бы узнать, что происходит в мире, узнать, как в мире оценивают ситуацию в России. Но этого не происходило. Я повторяю, это не будет очень быстро. Потому что даже многие те, которые уехали, они не уехали в знак протеста, то, что происходит в России, протеста против Путина. Многие уехали, просто они не хотят воевать. Они хотят сохранить свою жизнь. Но потом, когда они вернутся, и сейчас, когда они за пределами, они все равно считают Россию великой страной, считают Россию империю, считают, что у России какой-то особый путь. Я видел этих людей за границей, я встречался, общался с ними. Я повторяю, да, может быть, они не такие зомбированные, как те, которые живут там постоянно, особенно в глубинке, которые слушают только телевизор. Но поскобли их внимательно и серьезно поскобли, все равно вот эта имперскость у многих сохраняется. Я повторяю, это очень длительный процесс. Потому что, на самом деле, этот процесс, он созревал веками. В принципе, веками воспитывалась вот эта исключительность, вот эта имперскость. И поэтому вот так, просто получив доступ к какой-либо информации, и начав размышлять, сразу все не изменишь. К тому же многие из них и не хотят размышлять. Им так очень удобно убаюкывать себя, что они великие. А вот просто мир их не понимает. Я повторяю, даже те, которые уехали. Виталий Александрович, вот вы сказали, воспитывали такое отношение. И ведь на самом деле воспитывали, потому что в России уже есть поколение молодых людей, которые достаточно взрослые, которые уже могут, умеют давно читать, у которых должно было уже развиться некоторое критическое мышление. Но они не знали другого президента, кроме Путина. И это поколение с детства в школах растили на том, что Россия якобы великая страна, и еще на том, что все вокруг враги. Ну, я повторяю, это еще и до Путина. Но, во-первых, очень много осталось еще сталинистов в России. То есть Сталина нет. Как когда-то Хрущев сказал, что легко вынести Сталина из мавзолея, из себя невозможно вынести Сталина. Но я повторяю, это еще было и в 19-м, и в 18-м веке. И это существует и сейчас. Потому что, что бы мы ни говорили, но Россия создала очень мощную пропагандистскую машину. Я вот буквально сегодня перед передачей с вами смотрел, не помню, на каком телеграм-канале, как дети в садике маршируют в военной форме. Да еще какие-то там песни, речевки поют и так далее. Вот это оно вбивалось и раньше, оно вбивается и сейчас. И просто так, я повторяю, оно не исчезнет. Россия должна пережить что-то такое. Она должна просто ужаснуться, посмотреть внутрь себя, что происходит. И может быть, только тогда начнется какой-то процесс санации, оздоровления нации. Но я повторяю, тут надо очень какое-то потрясение, они должны какой-то кризис пройти, чтобы осознать, что это был ошибочный путь, что они не туда шли. Ну, естественно, сразу же возникают эти 40 лет, которые Моисей водил, чтобы отвыкнули от рабства. Ну, наверное, нужен какой-то Моисей, который бы поводил и граждан России. Да, но опять же сейчас несколько другие информационные технологии. И когда, я хотела бы просто уточнить для наших зрителей, когда мы проговариваем тот момент, что мы понимаем, что есть очень серьезная, давно подготовленная, основательно пропаганда. Единственное, что профессионально работает в России, вероятно, это пропаганда. Мы не говорим, что это может послужить оправданием. Мы еще раз и еще раз, скажем так, обращаем внимание на то, что россиян обманывают, и вам нужно что-то с этим делать. Что оправдание в связи с тем, что кого-то обманывают, ни в коем случае не будет. Ну, это такое небольшое отступление, коллега. Да, я вот хотел бы продолжить, вот как раз отходя от слов Каролины, о отношении и в целом. Если мы видели дополномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, россияне восхищались Европейским Союзом, восхищались разработками, технологиями Соединенных Штатов Америки, восхищались тем, насколько такие, если говорить про Европейский Союз, маленькие страны намного лучше в развитии, в технологиях, чем огромная Российская Федерация. Но после полномасштабного вторжения теперь мы наблюдаем совершенно иную картину. Как вы правильно сказали, да, россияне восхищаются своей страной и так далее. Но тут же в другом вопрос. Если Российская Федерация себя всю свою историю представляла как борца со злом, то сейчас Российская Федерация выбирает себе в друзья именно то зло. Террористические организации, даже некоторые организации, которые сама признают террористическими, теперь они в дипломатических отношениях развиваются. Как так получается? Как так быстро россияне меняют свое мнение, свое мышление? То, что вчера было злом, сегодня это лучшее, это друзья. И Иран, оказывается, это вообще чуть ли не братский народ. Ну, во-первых, знаете, вот в советские времена мы говорили, что колеблется вместе с линией партии. Ну, когда говорили, человек меняет свою точку зрения. И примеров по России привести могу очень много. Ну, люди старшего поколения помнят конфликт с Китаем на острове Даманском. И тогда были достаточно злобные отношения к Китаю. Китай объявлялся врагом. Но изменилась парадигма. Начали по-другому смотреть на Китай руководители. И начал колебаться народ вместе с линией партии и руководством. Ну, и плюс добавляет и пропаганда. Также в отношении и Соединенных Штатов Америки был период, когда опросы показывали, что хорошее отношение к Соединенных Штатам Америки изменилось. Также, кстати, отношение и к Украине. Вот самое наглядное, то, что мы видим, ведь тоже очень многие опросы раньше показывали нормальные отношения. И никому в голову, как сейчас не могло прийти, что в Украине какие-то там нацисты и так далее. И понимаете, когда вот я, допустим, дискутировал, ну, и сейчас иногда они у меня берут интервью. Ну, и я приводил примеры. Я говорю, слушайте, вы обратили внимание, что там, допустим, некоторые депутаты, ну, это был кандидат и президент Рабинович, что он взял больше, чем кандидат правого сектора набрал. Какие нацисты, если евреи набирают? Я уже не говорю о том, что Зеленский стал президентом. И раньше как-то можно было дискутировать. А сейчас скажут, да нет, они те же самые, они одинаковые. Правый сектор, Зеленский, Рабинович, они все одни и те же. Ну, я не знаю сейчас, какую позицию там занимает Рабинович. То есть пропаганда как бы смазала все вот это. Ну, вы знаете, мне легче на эту тему рассуждать, потому что, в отличие от украинцев, я вижу, как действует пропаганда российская в Молдове. Мы не изучили ваши ошибки. Ведь вы когда-то тоже недооценивали, что там в Крыму происходит, что там на Донбассе происходит. Ну, как политики рассуждали, это не мой электорат, я не буду там заниматься. И мы сейчас тоже так же рассуждают. А вот в Приднестровье не наш электорат, в Гагаузе не наш электорат, а там очень активно действует российская пропаганда и вбивает какие-то нарративы, которые направлены и против Европейского Союза, и против Соединенных Штатов Америки, и против НАТО. И, к сожалению, надо признать, многие в Молдове, ну, не так много, но 20-30% достаточно как бы прислушиваются к этой пропаганде. Я думаю, что кроме, ну, вот ожидаемой победы Украины, которую мы все ждем, нам очень серьезно надо думать, и, наверное, большую работу проводит ваш канал именно на русском языке. Мы, кстати, тоже создали тут интернет-телевидение на русском языке, чтобы рассказывать правду о том, что происходит в мире, разоблачать российскую пропаганду, разоблачать те формы и методы гибридной войны, которые ведет Россия. И это делается, но, на мой взгляд, это делается еще недостаточно. Это должно приобрести, ну, больший размах. И вот хорошо, что ваш канал смотрят и в Молдове, и в других странах, но я думаю, что эту систему информационного распространения контента надо развивать, и мы еще не достигли того, что уже сделала Россия и продолжает делать. Ну, может быть, нет таких возможностей. У вас, у нас вкладывают миллиарды, но Россия действительно вкладывает это миллиарды, и пока она в каких-то позициях доминирует, это надо признать, я имею в виду пропагандистских. Я вам больше скажу, материалы и вообще эфир телеканала Freedom смотрят даже внутри самой России. Поэтому я и настаиваю на том, чтобы не было такого ощущения, что россияне чего-то недопонимают, или что у них нет доступа к той правде. У нас не так много стоит времени до конца эфира. Хотелось бы уточнить о взаимоотношениях России уже не с Европой, а вот с теми, кого Россия называет своими друзьями, с Китаем. Потому что официально российская пропаганда преподносит, что Китай едва ли не такая хорошая надежда для будущего России, что пока Россия дружит с Китаем, точно все будет хорошо. Но некоторые те же какие-то блогеры, пророссийские, не оппозиционные, хочу отметить, внутри самой России иногда говорят такую мысль, что, мол, да не надо так уж надеяться на Китай, потому что Китай может в дальнейшем за это претендовать на что-то, например, на территории России, зная, что едва ли блогеры пророссийские могут высказывать свое мнение в полноте, нет ли ощущения, что как будто бы и верхушка власти в России понимает, что дружба с Китаем опасна, и что нужно несколько даже остудить, возможно, такую вот надежду населения России на Китай? Я вам открою одну тайну, но пусть это останется между нами. Договорились. На самом деле высшее руководство России негативно относится к Китаю. Они понимают, что Китай для них это большая опасность, чем, допустим, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки. Но они не могут сейчас сказать, что мы изолированы, что мы окружены только недружественными странами. И поэтому они создают из Китая облик друга. Пытаются создать из Индии, из Бразилии, из Ирана. Им даже не важно, что в дальнейшем будет. Им сейчас важно показать своим гражданам, что они не одиноки. Хотя на самом деле вот эта изоляция, она чувствуется. И я думаю, рано или поздно и Китай тоже от них немножко будет отходить, и Индия, и другие страны. Для Китая очень важно сырье российское. Вот это самое главное. Но чтобы сохранить вот эту такую стабильность внутри страны России, они сейчас как бы заигрывают с Китаем, с другими. Но я повторяю, это для внутреннего даже пользования. Потому что они понимают, что когда Китай поставит на весы отношения с Западом, я имею в виду торговые, инвестиции и прочее, прочее, и с Россией, безусловно, Китай будет выбирать Запад. Он не может разрывать с Западом. Он не может пойти по тому пути, по которому пошла Россия. Поэтому он будет выкачивать ресурсы. А Россия пока как бы выкачивает якобы вот большую дружбу с Китаем и с другими странами, убеждая своих, что Россия стала таким лидером антизапада, антисоединенных штатов Америки. И все, и Китай, и Бразилия, и Индия, Иран идут за Россией. И, к сожалению, есть россияне, которые в это верят. Их, наверное, достаточно много. И это работает. Знаете, есть россияне, которые в это верят. И самое важное, что которые хотят в это верить. Но искусственная реальность, она ни в коем случае никак не влияет на настоящую. А в настоящей жить так или иначе придется. Благодарим вас, Виталий Александрович, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню зрителям, что с нами на связи был Виталий Александрович Андреевский, директор Института эффективной политики, доктор истории.